Ссылка на жалость – еще один пример апелляции к эмоциям. Она предполагает, что вы должны признать доводы своего оппонента истинными сугубо из чувства сострадания. К обсуждаемому тезису этот тип аргументации не имеет никакого отношения, но на практике порой работает. Те, кто постарше, наверняка помнят непререкаемый аргумент в дискуссии о том, можно ли оставить часть еды на тарелке. Разве ты не знаешь, что в Африке дети голодают? Каким образом наше переедание могло помочь голодающим детям в Африке, так и осталось загадкой, но к перестроечной эпохе дефицита продовольствия этот мем несколько видоизменился. Правда, что в Африке дети не доедают, пусть все, что не доедают, шлют нам. Или другой пример. В притче Иисуса говорится, царство небесное, подобно царю, который захотел сосчитаться со своими рабами, когда начал он считаться, приеден был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его и детей, все, что он имел, и заплатить. Тогда раб твой пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилоседлившись над рабом тем, отпустил его и долг ему простил. Евангелие от Матфея, 18 глава, 23-27 стих. Поскольку талант составлял почти два килограмма золота, бедняга каким-то образом умудрился задолжать царю 20 тонн. Если посчитать, что у должника было, скажем, трое детей, то всю семью по стандартному тарифу рынка рабов в 120 динариев или 30 тетрадрахм, они же серебряники, за душу, с этой коммерческой операцией царь мог выручить всего одну десятую таланта. Талант – это 6 тысяч динариев. Плюс выручка с продажи имущества примерно столько же. В любом случае общая сумма не превысила бы и одного таланта. Так что на возврат долгов в 10 тысяч талантов это особо не повлияло бы. Речь шла скорее о дисциплинарных мерах, но и ожидать, что должник сможет вернуть такую сумму, тоже было бы наивно. Несчастный уповал исключительно на милосердие своего государя. Ну и ссылка на жалость сработала до поры, до времени. Писание говорит, «Не строго судят вора, что украл с голоду, чтобы только поесть, а все же поймают, возместит всемера, все свое имущество отдаст». Притча 6 глава, 30-31 стих. Безусловно, тот, кому нанесен ущерб, может проявить милосердие и освободить преступника от наказания. Но это вовсе не значит, что преступления не было. Жалость не есть оправдание. Проявить подлинное милосердие значит самому принести расходы за того, кто должен быть наказан. Именно так и поступил государь из Притчи. Именно так и поступил Христос.